Так, всем привет, друзья! Спасибо, что присоединились к нам сегодня. И у нас первое интервью с нашей замечательной учительницей Татой Кононовой. А ты у нас прожил... Татуна, сколько уже? Мне кажется, 4 года в декабре исполнилось, правда? Да, 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 да. Или в декабре, или в самом начале января будет однозначно 4. Да, мне кажется, в декабре, да. В декабре мы познакомились. И на исходе 2019 года начали наше очень плодотворное сотрудничество. И действительно, нам очень повезло, что Тата к нам присоединилась. И многочисленные ученики не дадут соврать, действительно, скольким людям Тата помогла. Но сегодня подробнее познакомим наших зрителей и будущих счастливых учеников с этим замечательным учителем. Вот, Татя, ну расскажи немножечко, да, сначала бэкграунд. Да, вот, что ты за такой замечательный учитель? Где ты училась? Чему ты училась? Как ты пришла в преподавание? Да, давай вот с истоков. Да, во-первых, спасибо за такое представление. Я себя прям звездой на интервью чувствую. Правда? По поводу бэкграунд, давайте я вам расскажу, за сколько я выучила английский, чтобы поступить. У меня на это ушло 9 месяцев. Это, ну, практически с нуля. И мне повезло с преподавателем. Это я уже сразу забрался в удочку на будущее, да, всё возможно. Вот я действительно выучила английский буквально за 9 месяцев, накануне поступления. И мы ещё поступали ни по тестам, ни по ЕГЭ, ни по чему-то подобному. У нас были настоящие экзамены с настоящим аудированием, настоящий устный экзамен. То есть нам повезло по полной. Поскольку я из Беларуси, там же я и училась, в принципе, в своём родном городе, в Полоцке. Закончила ИНЯС. И чтобы далеко не ходить, там же сразу осталось преподавать. И в магистратуру тут, там же пошла я в аспирантуру. И осталась на кафедре тогда английского языка. Потом она стала кафедрой иностранных языков и литературы. То есть, по большому счёту, я всю жизнь работаю со взрослыми. У меня опыта с детьми маленькими почти нет, только в качестве студенческих подработок. И со школьниками очень небольшой опыт во время студенческой практики. То есть это изначально были взрослые люди-студенты ИНЯЗа и взрослые люди на курсах. Я довольно много преподавала на курсах для заводчан наших местных. Да. Слушай, ну я всегда говорю, что нельзя быть специалистом во всём. И наоборот, специализация – это очень даже здорово. Потому что когда ты пытаешься быть вот, да, и швец, и жнец, и ещё и на машинке, да, там я умею что-то делать, выжимать крестиком, да. Но, к сожалению, так не работает, да. Мы не ломоносовы, мы не можем быть талантливы прям во всём. Поэтому очень здорово, когда у учителя есть своя ниша, своя специализация, но учитель в этой нише хорош. Поэтому, да, я изначально понимала, и сейчас знаю, уже подтверждено многими годами совместного сотрудничества, что ты классно работаешь, особенно с учениками уровней так повыше. Вот, скажем так, средний и плюс, да. Это прям вот, мне кажется, твоё, и очень здорово получается. Ну да, на самом деле, как правило, spring intermediate и выше – это моё. Хорошо, ну давай теперь поближе к нашим прекрасным и любимым экзаменам, да. Вот когда в твоей жизни начались экзамены, что они для тебя значат? Экзамены. Если мы про международные экзамены, то, наверное, первый опыт был очень смешной, и это из разряда, знаете, ну пускай новичкам везёт. Это был и опыт IELTS первый, и опыт TOEFL первый, когда меня попросили подготовить. Ну, ты же умеешь, ты же занимаешься. Я не буду говорить, что я очень много знала о международных экзаменах. Ну, это было давно. А, это было очень-очень давно. Это было очень давно. Сейчас очень много знаешь про экзамен. Был ещё, наверное, мой пятый курс университета, или, может быть, первый год работы. Ну, безумству храбрых поём мы песню. Каким-то образом я студентов подготовила, они благополучно сдались, всё получилось, всё хорошо, но тогда я поняла, что, ну, так не пойдёт. Надо, во-первых, надо больше готовиться мне самой. Именно поэтому я до сих пор хожу на все курсы преподавателей для IELTS, для SLP, для ПТИ. Да, это на обучительский чат, да, вот я дополню так, про современность, да, уже не про пятый курс собственный, а про современность, да, постоянно, там, каждый месяц, надо нам что-то высылает, да. Вот вы знаете, там, вот эта организация, там, делает подтверждение какого-то повышения квалификации, какие-то дополнительные, там, интересности. Давайте запишемся, давайте сходим. Да, да, ну вот, ну и то, что опыт свой тоже нужен, опыт нужно набирать, это, вот это я поняла, и экзамены, я, как бы это странно ни звучало, я очень люблю экзамены, особенно IELTS, наверное, за то, что это не столько, не только экзамен про язык, но и экзамен про человеческие, про умение думать, я про адекватность, наверное, так. Если на не очень высоких уровнях можно обойтись только знанием языка, то для того, чтобы получить более высокий балл, особенно за наш всеми любимый writing, конечно, критическое мышление, умение логически структурировать то, что ты пытаешься донести, это наше всё. И вот здесь без этих знаний не обойтись, какой бы ни был уровень языка. Есть всё равно вариант получить, опять же, пресловутые 6-6,5 баллов, если мысли не те, если связаны они не так. И, наверное, на этом у меня основной упор на занятиях, по крайней мере, на большей части. В подготовке к экзаменам получается, что мы учим даже не только английскому языку, но и, собственно, выстраиванию мыслей, приоритизации и то, что нужно, не нужно вообще, релевантно-нерелевантно и так далее. Это очень, конечно, здорово, и развивает мозг в целом, не только память на язык, но и мозг в целом. Это хорошо, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще преподаешься? Что ты за учитель? Потому что хорошие учителя, они бывают разные. Бывают иногда такие вот прям очень строгие. Я постоянно вспоминаю такую фразу, как учитель должен стучать по голове. Мне кажется, вот в общении из таких ты более такой мягкий, более у тебя такой коучинговый стиль. Ну, во всяком случае, я много слышала именно таких отзывов. Вот как ты думаешь? Я могу тоже настучать по голове иногда, но это тогда будет такое, знаете, ну как вам не ай-яй-яй? Ну мы же это пятый раз уже записываем. То есть это будет больше, не знаю, больше игры на публику, да, но зато я уверена, что вот то, что я в кои-то веки стучала ногами по полу, оно запомнится. И на шестой раз студент сначала вспомнит мою бурную реакцию с предыдущего раза, потом он вспомнит по поводу, чего была реакция, а тут уже, глядишь, и уложилось то, что нам нужно было уложить. Да, и так как это такое прям-таки исключение из общего правила, то наверняка оно очень-таки запомнится. Но в целом, мне кажется, это такой мягкий преподаватель, такой добрый, прям можно крайне прикладывать. Это не значит, что там покупают принципные, все позволяющие, нет, очень жёсткие и строгие, но мягкие. Строгие, но мягкие. Знаешь, если вот про метафоры, есть учителя, и не только учителя, воспитатели, может быть, родители, друзья, которые несут на ручках, есть те, которые бегут впереди, есть те, которые бегут сзади, гонят палкой. Вот я просто рядышком иду, готовая подставить плечо в случае чего, готовая показать, что вот смотрите, вот там вот этот поворот, вот кому-то, слушайте, надо подумать, куда мы пойдём, а кому-то нам точно направо. Вот я иду рядом, да, у человека свой путь, а я так сопровождаю рядышком. Поэтому вот это, наверное, мой основной стиль. Да, это хорошая метафора, да, очень такая близкая, интересная. Что бы ты выделила вот как важный элемент своих уроков? Вот почему, как ты считаешь, да, у тебя такие результативные уроки? Ну, если про важные элементы, вот и основные такие ключевые моменты, да, на чём я, в принципе, вообще даже не только урок, в принципе, любое всё преподавание строю, потому что преподавание – это не только урок, это и домашние задания, это и общение в чате, в группе или не в группе. Первое и главное – все вопросы хороши. То есть дурацких вопросов не бывает. Я всегда начинаю занятия и заканчиваю занятия просьбой задать вопросы. Задайте мне вопросы по поводу домашки, задайте мне вопросы по поводу английского, по поводу того или иного слова, по поводу того, как у вас прошёл субботний тест. Каждое задание, ну, практически каждое, некоторых это не нужно, но практически каждое задание – это после того, как мы его завершили, сразу вопросы, какие есть вопросы. И то же самое в конце занятия, в конце урока, потому что то, что мы иногда считаем дурацкими вопросами, вытаскивает пробелы, вытаскивает недопонимание, а если не будет понимания полного, не будет и успеха. У нас был недавно студент, который занимался, он занимался в группе, это была подготовка к IELTS, довольно высокий уровень, и я как раз у них вела writing и reading, да, письменную часть и чтение. И у него были неплохие результаты, но ему нужен был довольно высокий балл. И он ко мне пришёл на индивидуальные занятия. Я, честно сказать, растерялась, потому что, ну, я честно призналась, что я не даю никаких на индивидуальных занятиях никаких секретов, которые я не открываю в группе. Но он сказал, знаете, вот я вроде бы всё понимаю, но что-то я упускаю. Давайте я вас помучаю вопросами, а вы мне поставите на место голову. Ну, я сказал, ну, давайте, в конце концов. В итоге всё получилось. Было, мне кажется, пять занятий индивидуальных. Пятое было уже такое больше для всего общего успокоения, ну, и семёрку свою за writing он получил. Поэтому тут всё получилось. То есть основной принцип дурацких вопросов не бывает. Задавайте их. Главное, задавайте. Да, я абсолютно согласна. Вопросы – это, на самом деле, очень важно. Вопросы как раз позволяют держать руку на пульсе или вот в соответствии с этой метафорой действительно идти рядом, идти за руку. А то ты думаешь, что вроде бы может быть рядом, а на самом деле человек уже пошёл за какой-то поворот, куда-то там его уже унесло. Вот, для того, чтобы действительно понимать, что да, мы идём таки, куда нам надо, но никуда не отклоняемся. То есть, да, я понимаю, что это важно и это очень здорово, когда учитель готовится слушать, слушать и слышать, да, не только вот получить по программе. Вот мы идём по учебнику, да, и как бы, если вы чего-то не поняли, ну, прочитайте ещё раз. Это же наш учебник. Вот, кстати, да, вопрос про учебник. А вот как ты пользуешься, как ты организовываешь, подбираешь учебный материал? Это сложный вопрос, на самом деле, в том плане, что он комплексный, потому что учебник, конечно, нужен, потому что учебник структурирует материал, учебник даёт релевантную информацию, релевантный уровень текста, фаудирования, лексику, ту, которая нужна для того или иного экзамена. Нельзя преподавать IELTS по учебнику для PTE и бессмысленно преподавать бизнес английский по учебнику для IELTS. Но я бы сказала, что учебник – это какая-то база, с одной стороны. А с другой стороны, у меня очень много дополнительных материалов, которые создаются специально под тот или иной экзамен и очень часто под тот или иной балл, нужный человеку на экзамене. То есть, если это PTE, в котором где-то можно положиться на шаблон, то шаблон в вариативе. Если это IELTS, в котором есть люди, которым нужно получить за writing 5, а есть те, кому надо 7 и выше, это разные объяснения, разные файлы с разным уровнем объяснений для вот этих вот разных запросов. То есть, своего материала у меня очень много, но благо успела наработать, и всё равно он постоянно перерабатывается, постоянно дополняется. Поэтому, наверное, это процентов 40 учебник, процентов 40 – это материал, который у меня есть, мною разработанный. Но остальное – это то, что постоянно меняется. Например, спикинговые темы на IELTS. То есть, мы их отрабатываем, естественно, на самом актуальном материале. Да, мне тоже нравится думать про учебник именно как про опору. Мы даже таки говорим «опорный учебник». Это как скелет или как кристаллическая решётка. А наслаивать туда уже можно что-то в соответствии с нуждами, пожеланиями, сильными, слабыми сторонами конкретной группы или ученика. Не может быть этого учебника для всех. Может быть, он там какой-то очень прекрасный учебник, но тем не менее. Нет, только один учебник, он тоже, к сожалению, не работает. Хорошо. Слушай, давай мы поговорим про конкретных студентов. Мы не будем называть имён, но давай вот в качестве примера ты можешь рассказать про какой-то сложный случай или какой-то запомнившийся случай, интересный, сложный, наверное. Да, да, да. Вот, знаешь, у меня из таких убеждений твёрдых, в том числе, в первую очередь, наверное, преподавательский, это то, что мамонта нужно есть по бифштексу. То есть вот наш IELTS, да, или любой другой экзамен – это мамонт для студента. Он большой, и если стоит задача его съесть, то целиком глотать однозначно не вариант. Но дело в том, что кому-то бифштекс – это окей, ему вилку и нож дали, и всё хорошо, он будет с ним справляться под моим чутким руководством. И кому-то нужно гомогенизированное пюре. Вот у меня был случай, когда студент, тоже с довольно неплохим уровнем языка, он не мог подступиться к эссе. То есть это был ступор. Ну вот вообще нет, всё, я никак не могу. Я, как любящая бабушка, которая маскирует морковку в супе, уговорила студента прислать мне первое предложение введения. Вот сегодня после урока, я знаю вас в выходной, пришлите мне его, пожалуйста. Часа через два мне прилетело это первое предложение введения. Я его восхищалась, искренне. И сказала, а давайте мы к нему прикрутим тезис. Вот следующее предложение. Часа через полтора прилетел тезис. Естественно, я под шумок начала говорить о том, что, слушайте, ну зря же такое введение пропадает. Давайте аргументы прислать. Ещё ложечку, да, ложечку за маму, да, ещё ложечку. Да, 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 да. Вот, естественно, он уже понял, к чему я клонён. Говорит, вы меня пытаетесь заставить написать эссе. Я сказала, боже, упаси. За кого-то я? Да, да. Ну, шутки шутками. А, наверное, часов за двадцать мы с ним написали первое эссе. Вот таким вот образом. То есть он мне писал это всё в личку, в скайпе. Ну, у нас была разница во времени. То есть я тоже проверяла где-то что-то, не сразу. Но, тем не менее, это тоже дало свои ты. Вот это первое вымученное эссе. Он сказал потом, говорит, я не мог после того, как я его написал. Но, тем не менее, для меня он эссе написал за двадцать минут. Вот так. И получил свои шесть с половиной. Слава Богу, да. И второй, кстати, тоже такой ступор, случай ступора. Чудесная совершенно девушка с прекрасным уровнем языка, которая впадала в полнейший ступор, когда ей задавали вопросы на спикинг. То есть ответить на вопрос, как дела, как погода, как семья, всё было здорово. Как только она видела speaking part one, всё, человек выключался. И мы тоже начинали вот с этих вот ложечка гомогенизированного пюре от нашего бедного мама. Пятиминутные созвоны. А давайте мы сначала про погоду, потом про вот это. А вот тут, смотрите, а третий вопрос, который я вам задала, был из I was speaking part one. Лады свои тоже принесло, слава Богу. Поэтому, если что, вывожу из ступора бережно, качественно. Ну, это как раз вот про индивидуальный подход, да, потому что люди настолько разные. И вот эти вот ступоры и прочие там травмы английского языка у всех настолько разные. И зачастую это действительно, вот сдать экзамен, например, это далеко не только про уровень. Может быть, уровень замечательный у человека в каких-то обстоятельствах, на работе, например. У нас такие умницы, такие прекрасные просто профессионалы, которые там на английском всё, что угодно в своей профессии могут, умеют, знают. А когда нужно про погоду, то здесь как-то сложнее. А если ещё, не дай Бог, они слышат слово «экзамен», всё, пиши пропало очень многие. Да, но здесь, мне кажется, очень важно то, что ты доносишь до студентов и вот как-то так делаешь, создаёшь эту атмосферу, и их самоощущение, взаимоощущение, да, что на самом деле всё в порядке. И с ними всё в порядке, и вообще вот экзамен как среда – это не то чтобы стресс, это нормальная жизненная ситуация, да, всё хорошо. У нас всё хорошо, у нас всё хорошо, и всё мы переживём. Да, да, но это опять же к вопросу о коучинговом подходе, да, то, что с человеком всё окей, то есть в принципе всё окей. Понимаете? Хорошо, окей. Не понимаете? Ну тоже окей, сейчас будем разбираться. Да, нет, что кто-то там глупый, неправильный, да, никто не глупый, не неправильный, не поломанный, да, с вами всё в порядке. Всё в порядке? Да, да, да. Просто, да, вот мы немножко сделаем крюк, зайдём там за какой-то ещё там оборот, поворот, да, но в итоге мы вырулим куда нам надо, и я буду рядом. Да, да. Да, это здорово, это очень хорошо. Вот, давай затронем ещё тему других экзаменов. Я знаю, что ты Айлс уже давно занимаешься, и упорно, и глубоко, я бы сказала, да, сама сдавала Айлс, да, на очень высокие баллы, и у нас хранится в копилочке сертификат, вот. Но недавно, ты начала, ну как недавно, да, дальненько уже это, по сравнению с Айлс достаточно недавно, занимаешься и другими экзаменами тоже. Вот, расскажи про этот опыт, пожалуйста, и как вот в сравнении с Айлс, ты ощущаешь себя в других экзаменах? Из других экзаменов это, естественно, ПТ и СЭЛП, да, ПТ, опять же, первый опыт был довольно давно, потом его пришлось, ну, потом я его возобновила, не пришлось, просто возобновила, ПТ и Айлс очень разные. Это совершенно разный подход к проверке, не только потому, что в первом случае проверяет человек, во втором случае всё полностью проверяет машина, но и в том, что проверяется. То есть, в ПТ это, конечно, academic collocations, это академическая лексика, это своеобразные тексты, что аудио, что тексты для чтения, что, соответственно, от ученика требуется другой уровень лексики, в первую очередь это лексика. Там интересно тоже, для меня, наверное, самое интересное, это примерить на себя роль искусственного интеллекта, потому что ученику нужен фидбэк. Конечно, есть всевозможные приложения, где можно тренироваться, они дают более или менее релевантный результат, но то, что выдал искусственный интеллект, ученику очень тяжело расшифровать. И что с этим делать, да, и что с этим делать. Да, что мне делать, чтобы стало лучше. И вот тут с какой-то стороны это догадки, с какой-то стороны это логические умозаключения, да, и анализ такой чёткий. Вот смотрите, система вам за это занизит балл, потому что. А вот здесь система может быть, может, это и пройдёт. Но лучше давайте мы с вами это поправим, просто чтобы перестраховаться. Что касается силпип, он, наверное, менее травматичен для самого студента в плане опыта экзамена. Потому что, опять же, здесь хоть письменная и устная части проверяются людьми, но студент этих людей не видит, он с ними не контактирует. Он остаётся один на один с компьютером, и на него никто не смотрит в упор. У него нет ощущения, что его вот сейчас прямо кто-то оценивает. То есть это очень здорово снимает барьер психологически, по крайней мере, частично. Он более бережный такой экзамен, чем IELTS, и немножко, наверное, более расслабленный. Ну, понятно, совсем другой, чем PTE в плане наполнения. Поэтому с ними совсем интересно работать, но всё равно хочется больше... Хочется набраться ещё большего опыта в плане того, как это преподавать, но чем я, собственно говоря, сейчас и занимаюсь в процессе как раз освоение очередного курса для преподавателей САУПИ. Да, это то, что мы очень ценим, когда преподаватели действительно хотят самосовершенствоваться. Мне кажется, это очень важно, очень даже для врачей, например. Потому что бывают такие товарищи, которые там один раз выучились в университете, и как бы на этом и всё, да. Но мир-то не стоит на месте, да. И новые экзамены появляются, и язык, собственно, даже не стоит на месте. Поэтому, да, и какие-то новые подходы, про технологии, я вообще молчу. Здесь зазеваешься на пару месяцев, уже пропускаешь, да, всякие новшества. Вот, поэтому, да, это очень здорово, когда учитель посвящает своё личное время своему собственному профессиональному развитию, это здорово. Вот, так что мы ждём с терпением твоих новых сертификатов, уже по СЭЛПИП. Вот, профессиональных, это здорово, и это хорошо. Вот, и дата у нас ведёт и files всегда немного, и пяти, и постоянно, в разное время суток. И теперь уже селфи тоже. Вот, так что welcome, приходите, записывайтесь, кстати, вот, и до встречи на уроках. Да, буду вас ждать, приходите. Мы справимся, однозначно. Мы справимся, да. Счастливо, всего доброго, до встречи. До встречи. Так, теперь мы заканчиваем.